Всем привет! В этом видео я буду изготавливать очень необычный станок. Предисловие окончено, сразу к делу. В качестве основы или станины можно назвать данную конструкторскую деталь и так и так будет выступать алюминиевый радиатор от некогда разобранного мной электронного прибора времен товарища Борежнева. Конечно более эстетично смотрелось бы цельно алюминиевая, а еще лучше стальная пластина, но такую мне найти к сожалению не удалось. Сразу же облагораживаю поверхность с помощью наждачной бумаги разнозернистой. Работу произвожу вручную. Во-первых это оказывает благоприятное влияние на выработку скоординированности работы пальцами, а во-вторых если использовать например УШМ возникал бы серьезный риск нарушения нормальной плоскости. Как вы могли заметить на основании присутствует отверстие с резьбой М4. В последствии эти отверстия все непременно пригодятся в процессе эксплуатации приспособлений. Правда стоит признать, что не совсем удобно ввинчивать в них винты или болты. Для большего удобства пройдусь по этим отверстиям с зенковкой. При этом для того чтобы обеспечить одинаковое зенкование в каждом отверстии, на сверильном станке ограничиваю ход шпинделя. Отверстия с большим диаметром также несут определенное функциональное предназначение. В частности на них будут закреплены две стойки. Эти стойки я изготовлю из латунного шестигранника, приобретенного мной по очень выгодной цене на местной барахолке. К слову мне пришлось поуговаривать деда продавца. А вот такой вот парадокс я вам скажу. На рынке еще и уговариваешь заинтересованную по идее сторону осуществить сделку купли-продажи. Парадокс. Самый настоящий. В латунных заготовках сверлю отверстия и нарезаю в них резьбу М6. Детали сразу четыре. Из них нужно получить две. В качестве соединительного элемента выступают шпильки. Разумеется, лучше если бы детали были цельными. Но в таком случае из-за их длины я не смог бы обработать их на своем токарном станке. В общем у меня не токарно-фрезерно-шлифовальный слесарно-сборочный цех. Мои возможности определенно ограничены. Во всяком случае пока. Для возможности затяжки болтов с нормальным усилием удаляю мешающие ребра, реберца, ребрышки. Межцентровое расстояние, вычислить которое мне предстоит, определяю путем вкручивания двух болтов и проведения соответствующих замеров. Можно прикинуть это расстояние, что называется, на глаз, в кавычках. Но в таком случае ожидать точности не приходится. Да и не наш это метод, я вам так скажу. Верхняя пластина, которая будет фиксироваться к опорам, выполнена из толстой алюминиевой пластины. Особой жесткости в данном случае не требуется. Я уверен, что алюминий вполне успешно справится с поставленной перед ним задачей. В качестве крепежа будут выступать два болта М6. Соответственно сверлю под них отверстие. Кроме этого сверлю еще одно отверстие, но уже посередине. На данный момент это отверстие диаметром 8 мм. Но позже оно будет рассверлено до диаметра 12 мм. В этом отверстии будет закреплена втулка с резьбой. Эту самую втулку вытачиваю из латунного шестиграника 14 мм. Заготовку примерно до половины обтачиваю до диаметра 11,9 мм. Соответственно под нарезание резьбы. Остальная половина остается не тронутой. В центре будет проходить вал. Соответственно под него также сверлю отверстие. Для повышения качества просверленного отверстия прохожусь разверткой. Открою вам секрет, который бережно хранит каждый самодельщик. Практически у каждого в запасе есть струйный принтер, который когда-то планировалось привести в порядок, но в итоге за многие годы он покрылся пылью толщиной 5,5 мм, например. И судьба у него одна. Стать донором. Такой донор вот и есть и у меня. Честно вам сказать, в принтере не так уже много полезного. Пружины сжатия, пружины растяжения, пару коллекторных двигателей, три вала. Тем не менее последние я о валах. Представляют наибольший интерес. Это шлифованный цементированный вал, который отлично подходит для реализации целого ряда уникальных конструкторских мыслей. В моем случае основная цель заключается в установке на отрезок такого вала трехкулачкового патрона. Патрон маленький, можно сказать сувенирный, можно сказать игрушечный. Основные характеристики следующие. Максимальный зажимальный диаметр 4 мм, посадка на конус. Выточить конус сложности не составляет. Но к сожалению не в моем случае. Во-первых, на моем станке убитый в усмерть суппорт. Во-вторых, размеры конуса в патрончике мне неизвестны. Да и в интернете никакой информации найти мне к сожалению не удалось. Точил поэтому на глаз, время от времени произведя примерку по месту. В итоге получилось весьма неплохо, я вам скажу. Биение практически отсутствует. Для того, чтобы была возможность ручного вращения вала с патроном, изготовлю специальный вороток. Основой воротка выступает отрезок латунного шестигранника, имеющий сразу два отверстия. Одно в центре диаметром 8 мм и одно на одной из ранней диаметром 3 мм. Установив деталь на вал с патроном и зафиксировав его с суперклеем, временно разумеется, сверлю насквозь. Здесь главное не торопиться, ибо имеет место риск поломки сверла со всеми неприятными вытекающими последствиями. Целевое предназначение этого отверстия, к слову, крепление воротка. Между прочим, я изначально планировал сделать несколько воротков, чтобы получился а-ля морской штурвальчик, но потом передумал. Излишнее это. Одной ручки вполне достаточно. Упоминаемая ручка крепится с помощью длинного винта М3. При этом, дополнительно для уверенности, вворачиваю еще и в жон. Практически все готово. Осталось буквально несколько не очень сложных операций. Одна из таких операций сверление отверстия в верхней пластине. Таким образом, рассверливаю отверстие до диаметра 12 мм. Работу произвожу ступенчатым сверлом. Применение этого сверла обусловлено сразу двумя моментами. Во-первых, им очень удобно сверить алюминий. А во-вторых, с его помощью можно достичь наиболее плодной посадки детали, изготовленной мною ранее. Устанавливаю втулку и фиксирую ее гальтой. Сразу же прикручиваю и держатель ключа. Держатель я изготовил заранее. При всей своей простоте, этот держатель отлично справляется с поставленной перед ним задачей. В общем, как говорят современные самодельщики, сделай себе и как без этой самоделки я жил раньше. Между прочим, более детальный процесс изготовления сего устройства можно посмотреть в предыдущем видео, которое есть на канале. Остальной процесс сборки особых комментариев не требует. Устанавливаю вал с патроном во втулку, находящуюся на пластине, а саму пластину закрепляю болтами М6. В свою очередь вал для порядка фиксирую стопорной шайбой. Принцип действия нашего станка прост. Зажимаю в патроне метчик и путем вращения рукояти нарезаю резьбу. Резьба в отверстиях на основании позволяет в случае необходимости закрепить заготовку с помощью прижимов, без использования тисков. То есть, таким образом, как на фрезерных станках. Единственный недостаток всей конструкции, это определенная ограниченность размера метчиков, которые можно зажать в патрон. Но для меня это не очень-то и критично, поскольку чаще всего я использую метчики М2, 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 М3. Такие метчики без проблем принимают губки патрона. Отныне моим метчиком дышится легче. И теперь качество технологии нарезания резьбы существенно повысится. Жму руку. До скорых встреч. Пока.